Получи 50 долларов для игры в покер. Ссылка в описании. Всем приятной жизни! Это Шашлык, и мы продолжаем играть в Снайпер 2 Войн Призрак. Так, остановились мы на том, что над нами тут вертушечка пролетала. Слушайте, тут весело. Сейчас будет похоже что на то. Похоже на то, что тут будет сейчас весело. Почему ты не можешь? Ага, ты можешь. Это я так, на всякий случай. Тут один? Один, окей. Ой, ну ребят, вы тут у меня как на ладошке все. Реально. Так, кто в этой части? Угу. Так, еще где-то здесь мишенька. Он, похоже, в здании. Либо вот тут ниже сидит. Окей. Еще одного пометили. Так, раз-два помеченные. Три-четыре. Так, а вот там вот и один паренек. Так, вот еще, вот еще. Ну, уже так нормально цели. Я даже не знаю, кого-нибудь мы упустили или нет. Так, ну, определенно, что могу сказать. По-любому можно снимать. Блин, тут, конечно, плохо стрелять из положения. Ну, ладно. Нормально, в принципе, из положения лежа. Триста пятьдесят восемь метров. Давайте начнем с хэдшота. Лови, чувак. Бум. Да, на вышках это всегда идут первые цели. Так, вот теперь-то на самом деле вопрос. Как действовать с остальными? Так, ну, наверное, вот тут вот этот, который вокруг вертолета. Сто метров. Лови. Да, он снимается легко. Так, вот этого за ангарами можно снять, в принципе. Когда он зайдет за ангар и обратно. Так, и вот того на здании, наверное, можно снять. Всяко, да? 291 метр. В принципе, можно и хэдшотиком. Бамс. Пусть подумает, что он прилег там отдохнуть. Так, ты за ангар и обратно не зашел? Нет. Еще бы увидеть вот тут цель. Где он там сидит? Ладно. Что-то тут чувак за ангар и вообще не собирается идти. А вот тут идет к вертолету. Это хорошо на самом-то деле. Реально хорошо. Давайте его проведем сюда чуть подальше. Это он совсем на открытой местности. А он не заводится. Ну, о-о-о-о-о-о-о-о. Красавчик. Куда ты там? Ну, ладно. Думаю, можно его снимать, наверное. Так, 158 метров. Думаю, ничего страшного не будет. Так. Теперь. О, вот ты за ангаром. Тут тебя никто не видит. Так, 190 метров. Лови пульку. Все, апреляш, отдохни. Так, остались цели, которые подальше. Вот этот, наверное, сейчас пойдет, который там за забором бродит. Вроде бы тоже один. Конечно, тяжело по нему сейчас попасть будет. Ну, как тяжело. Где-то, наверное, вот так. Бамс. Что? Тревога? Вообще не понимаю, кто поднял тревогу. Так, тут я немножко не рассчитался. Не понимаю, кто поднял тревогу. Да, тут, тут, видимо, была еще одна цель, которую я не заметил. Вот он-то и поднял тревогу. Ну, это просто отличный хэдшот. Бах! Слушайте, а у нас тут прям под боком один чувак. Даже бы зацепил немножко. Ну, ничего. Все, типа, всех перестреляли, тревога выключена. Вообще замечательная, реалистичная система, так скажу я вам. А как я сюда залез, скажите мне теперь? Я уж и забыл. С какой стороны я сюда влез. И с какой стороны мне вылезать. Вообще. Ну, влезал я, по-моему, отсюда. Вообще, мне теперь все равно. То есть, я теперь, я их всех положил. Я могу, в принципе, идти. Ой! Ну, ничего. Не так сильно мы упали. Окей. Идем. Можно было, конечно, пройти стелсом, но это все-таки игрушка-снайпер. Охота пострелять. Поснайперить. Вот. И поэтому мне, конечно, больше нравится зачистить район. А потом уже проходить. Да, вот здесь, когда мы сняли бойца, вот этот, который находился вот тут, заметил, как он падает. А мы его не заметили. И все. Это, конечно, был фейл. Но ничего страшного. В целом, отстреляли мы неплохо. Вот. Просто надо их, наверное, все-таки считать. Впечатляющее зрелище, мистер... Смит. Ну да. Простите, что не пожимаю вам руку, но я несколько связан обстоятельствами. Меня зовут... Алексей Ульянов. Главный научный сотрудник сверхсекретной лаборатории Булгарин. Бывший КГБшник. Я тут просматривал ваши бумаги, слушал записи в журнале. По ним не скажешь, что вы человек, способный убить тысячи невинных только ради выгоды. А вы правы, мистер Смит. Не считая того, что не бывает бывших КГБшников. Я отвечаю за происходящее здесь, и исследования, которые мы проводим, не направлены и никогда не были направлены на массовое поражение. Так что, если ваш главный аргумент это ничем не подкрепленное обвинение, боюсь, вы умрете зря. Хм. Не стоит. Вас продали, и у меня есть доказательства. Значит, все готово? Да, я взломал код старика. Теперь нет ограничений на распространение, он готов к производству. То есть вы сделали его заразным? На все сто процентов. Я связался с покупателем, и мы договорились. Теперь надо быть осторожнее. Ульянов не должен ничего заподозрить, прежде чем все будет сделано. Пусть думает, что все у него под контролем. Да, да, наш покупатель тоже так считает. Просто не высовывайтесь и будьте спокойны, пока я все не улажу. Все время держите свои образцы отдельно. Значит, Брут все-таки набрался смелости и достал кинжал. Но Дмитрий никогда бы не подумал, что это возможно. Агент ЦРУ. Он полгода выдавал себя за вашего лаборанта. Так, скажите мне, мистер Смит, что теперь будет? Раз уж ваши люди, вероятно, предпочтут посадить меня за решетку, а мое начальство повесит меня на Кремлевской башне, я бы не отказался от проявления профессиональной этики. Я не убийца, и мне все равно, почему вы переметнулись к противнику. Моя задача проследить, чтобы биооружие не попало не в те руки, а мы оба знаем, что многие попытаются его закончить. Я не убийца, не-не. Тут так повалил человек стол. Профессиональная этика. Ага, так это еще не конец миссии. Я-то думал, это конец. А-а-а... Да нормально слышно. Ты так врываешься, как будто... Вау-вау-вау-вау! Ты че-нибудь добился? Ну, давай быстрее! Да! Понял вас. Придется работать с тем, что у нас есть. Обычный танкер, но будь чрезвычайно осторожен. Встретимся, как закончишь. Ясно. Конец связи. Конец связи. Окей. Окей. Так. Непонятно на самом деле. Че нам теперь делать? Тут вроде никого нет. Вообще все свободно. Ага, вон там впереди машинка, которая окрасилась в красный цвет. Это значит, что в нее сел пулеметчик. Точнее, там даже две машинки. Ммм, здорово. Тише-тише, кот на крыше. Спокойней. Так, вот вопрос. Я вижу пять целей на радаре. Давайте. Вижу. Командир, у нас тут снегоход без пилота с полукилометра к северу от поста 7. Что докладывают из того сектора? Блин, вы куда все делись? Что с ним случилось? Командованию это понравится. А что случилось? Что ты нашел? С ним все в порядке. Просто топливо закончилось. Так что как бы... ...бежать за заставы и объяснять офицеров, почему он потом поздравил? Так, отлично. Вышкаря сняли... Лично я бы лучше попробовал сбежать. Я того же мнения. Подожди, я сообщу вам об этом. Командир, снегоход оставлен без топлива. Нам искать водителя? Нет необходимости. Мы оповестим пост 7. Так, отлично. Двое. О, двойной хедшот. Это наш шанс. Еее. Двойные хедшоты я обожаю. Последнее время. Так, ну тут все просто. Только я вижу только одного. Покажите мне еще одного. А его нету, да? Окей. Так, и где же еще один? А, вон ты где. Окей. Все. С этим разобрались. Снегоход без топлива. Нам искать водителя. Жаль нельзя на нем покататься. Я бы за это, честно говоря... Даже печенюшку им дал. А, они не хотят печенюшки. Тут нельзя запрыгнуть, залезть. Нет, нельзя. Ну ладно, окей. Тогда бежать нужно вот сюда. Так. Так. Ух ты, такая красивая ледяная пещера. О, аптечка. Берем аптечку. Конечно, так прикольно. Тут аптечки разбросаны. Типа, лежит такая беспалевая. Так, положили, чуваки. Ну там, кому надо будет, возьмете. Какая у нас хорошая позиция с видом на этот корабль, на площадку и на вертолет. Блин, почему нету миссии сбить вертолет? Или задача? Это было бы веселей. Мне нравится сбивать вертолеты. Добраться до танкера. До лаборатории на борту танкера. Так, ну что ж. Это очередная одна из моих любимых миссий, где нужно желательно стелсом зачистить. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Пять, шесть вдалеке. Так, тут вокруг этих машин кто? Почему? Ага, вот семь, да? По-моему, там еще один должен быть. Ну ладно, будем иметь в виду. Так, с этой стороны. Ага, один был на вышке. Раз, и один где-то здесь. Ага, вот он. Кстати, вот его. Ну, мы, наверное, все-таки начнем с вышки. Да, с вышки как-то оно прикольней. Начинать так, 250 метров. Это хедшот.